всем привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут юля сегодня мы с вами будем тестировать косметику бренда стеллари стеллари это бюджетный бренд косметики который продается исключительно в сети магнит косметик сегодня мы с вами будем пробовать вот такой вот контейнер со всей этой косметикой оговорюсь сразу что это не первое впечатление всей этой косметикой я пользуюсь уже примерно две недели то есть сегодня я буду наносить это все на себя мы будем делать вот этот вот макияж и попутно я буду вам рассказывать как эти средства наносятся как они ведут себя в течение дня и понравились они мне в итоге или нет так что если вам интересно то продолжайте смотреть а мы поехали и так что сегодня у нас будет в программе во первых две вот такие вот туши будет вот такая матирующая пудра в большой большой упаковке скульптурирующая палетка я думаю это одна из самых интересных вещей в этом обзоре потому что я давно уже положила свой глаз на подобные палетки у стеллари также будет сиси крем будут два средства для бровей вот такой вот карандаш и тушь для бровей также будет консилер и три средства для губ во первых это вот такой вот карандаш вот такая помада и третья лаковая помада и давайте пожалуй скорее всего наносить на меня и так давайте пожалуй начнем с тонального средства потому что я очень некомфортно чувствую себя на камере с голой кожи я не до конца еще ее вылечила а женские дни еще и подпортили картину знатно и так среди тональных средств у меня вот такой вот крем это сиси крем cover and care foundation в оттенке 302 нежный ньют я брала данный тон когда только-только сняли карантин то есть тестеров не было с оттенком я в общем-то угадала но я очень долго стояла рядом со стендом стеллари и смотрела в интернете всевозможные сводчи всех оттенков так что если вы пойдете в магазин то советую вам сделать это заранее советую вам заранее спланировать список покупок и заранее в интернете посмотреть те оттенки которые вы хотите потому что делать этого стенда очень и очень неудобно и так данный сиси крем что из себя представляет это очень легенький крем и как нас уверяет производитель это одновременно и покрытие и уход вот так выглядит оттенок у меня на руке и давайте его сначала нанесем а потом я уже вам расскажу как ведет данный тон себя в течение дня как вы можете заметить я слегка порыжела не волнуйтесь я не останусь настолько рыжий этот цвет уже буквально спустя пару помывок головы сойдет и я стану чуть более человеческого цвета и вообще на мне рыжий цвет не очень-то хорошо держится где-то вообще в рыжий я крашусь где-то с 11 класса мне меня всегда тянуло на этот цвет но именно в этот раз когда я покрасилась мне начинает казаться то что я все-таки рыжий цвет уже перерастаю и возможно в следующий раз я буду краситься либо не в огненно-рыжий а в какой-то более спокойный либо возможно вообще не в рыжий итак вот я нанесла тон буквально в один слой это невероятно легкое тональное средство что мне в нем вообще понравилось понравился во первых легкая текстура потому что сейчас лето и летом не хочется ничего тяжелого данный крем не западает в поры он не западает в морщинки он не лежит маской и он не чувствуется на коже это очень хорошо также его на коже совершенно не видно не видно границ между тоном и кожей это тоже очень классно и в целом этот тон достаточно хорошо лежит но заметьте во первых это легкое покрытие соответственно оно не перекрывает воспаление вот вы видите у меня сейчас например на лбу то что ничего не перекрыто а во-вторых у данного средства сияющий финиш как вы тоже уже могли заметить у меня тоже есть небольшое сияние у кожи сейчас да но все же данный тон тоже сиянием и если у вас жирная кожа то скорее всего вам данное средство не подойдет потому что вы будете сиять как блинчик и вам это не понравится но если вы не против небольшого сияния то данное тональное средство для вас лично мне понравилась эта основа давайте я ее нанесу чуть-чуть плотнее я всегда наношу ее кистью кабуки так получается покрытие более плотное я люблю более плотное покрытие нежели чем более легкое ну очевидно с моими проблемами другого покрытия мне пока что и не надо мне понравился данный тон тем что он действительно оставляет небольшой сияющий финиш этот финиш смотрится настолько естественно кожа смотрится настолько живой она не наглухоматая и она не жирная как блин это именно здоровая сияющая кожа ну вот например я нанесла данный тон уже в два слоя как видите кроющая способность стала уже чуть чуть получше все еще есть блеск от тональной основы что лично мне очень нравится но понятное дело что это дело вкуса и при этом все равно немножечко видно натуральную кожу дальше дальше давайте с вами пробовать консилер у меня вот такой вот консилер в оттенке 01 хочу сразу же пожаловаться на упаковку магнит косметик или же у стеллари не знаю у кого из них я редко бывают магнит косметик во первых что мне не понравилось все вот эти надписи приклеены к средствам когда я их отдирала у меня здесь остался клей и на помаде и на другой помаде и на туши здесь тоже липкий липкий клей который нет дирается это кроме того здесь же было еще на каждом средстве прямо на помаде прямо на карандаше и везде приклеим штрих-код причем он был приклеен а не к прозрачной пленки а непосредственно к самим средством этот штрих-код Вот кассирша прямо при мне отдирала при помощи макетного ножа кое-где она поцарапала упаковки. И мало того, что я получила страшные упаковки в клее, так еще и поцарапанные. Вот спрашивается, Стеллари или Магнит Косметик, на кой черт вы делаете подобного рода упаковки? Ну, зафигачьте все это в пленку прозрачную и туда уже все эти наклейки клейте. Ну, зачем так делать? Вот скажите, ну, это просто-напросто некрасиво. Крик души. Ладно, консилер. Консилер у меня в оттенке 0.1. Упаковка явно стырена, просто нагло стырена с консилера от Estee Lauder. Такая же ручечка, золотая такая же, так же кисточка, так же консилер выкручивается. В общем, все одинаково, но по свойствам консилер, конечно же, не такой. На самом деле оттенок 0.1 достаточно светленький, возможно, мне бы нужно было взять более темный, но опять-таки тестеров не было. Поэтому выяснить, насколько оттенок светлый или темный, было достаточно проблематично. Как видите, данный консилер очень легкий. Он не очень хорошо перекрыл синеву и текстуру, которую видно у меня все же под глазами. Да, синева стала чуть-чуть поменьше, но все же это очень легкий консилер. И если у вас зона под глазами хорошая, то данный консилер вам может подойти. Если у вас в зоне под глазами есть различные нюансы, то лучше подобрать другой консилер, потому что этот не будет справляться. Я бы сказала, что данный консилер подойдет для хорошей кожи, для кожи без синяков, без мешков, для молодой и нежной кожи. За кадром я также успела нанести консилер от Joer на небольшие покраснения, чтобы не пугать вас дальше своим видом. И теперь давайте наконец-то приступим к бровям, потому что бровей у меня сейчас очевидно нет. Я взяла вот такой вот карандашик в оттенке 01, он называется Brow Sculpting Pencil. У данного карандаша, конечно же, есть щеточка, что очень удобно, но не очень удобная, на мой взгляд, у него форма. Форма вот такая вот треугольная, она неплохая для прокрашивания всей брови, но если вы хотите делать волосковую технику, то, на мой взгляд, подобная форма карандаша очень будет неудобна вам в этом процессе. Итак, первым делом я, конечно же, начесываю бровь наверх, чтобы понять, куда мне нужно добавить карандаша. И дальше я буду уже использовать сам карандаш. Ну вот, бровь стала уже приличнее. Ну и теперь можете сравнить конечный результат. Вот накрашенная бровь, вот ненакрашенная бровь. В целом, бровь смотрится достаточно натурально, карандаш мягкий, что хорошо. Лично мне нравится то, что он достаточно мягкий и пластичный. И вы не сделаете четкие брови, вы этим карандашом не сделаете какие-то инстаграмные брови. Это именно карандаш для ежедневного эффекта мягких натуральных бровей, не инстаграмных. Итак, за кадром я уже успела подрисовать вторую бровь. Получаются нормальные, обычные, человеческие брови, не инстаграмные. И дальше давайте с вами попробуем нанести вот такую тушь. Тушь у меня в оттенке, в каком же она оттенке? В оттенке 01, брюнет. Кстати, очень-очень странные оттенки у Стеллари с тушью, потому что здесь тушь в оттенке 01, и это оттенок для брюнеток, а оттенок 02 для блондинок. Обычно все наоборот, оттенок 01 для блондинок, 02 для брюнеток. Почему здесь что-то пошло не так, и почему здесь оттенки поменялись местами, не совсем понятно. Вот эта тушь для бровей на самом деле мне понравилась уже гораздо меньше, чем карандаш. Давайте ее сейчас нанесем. Данная тушь, она с оттеночком, она неплохо ставит брови наверх, но, к сожалению, она их плохо фиксирует. К тому моменту, как я накрашу брови этой тушью, у меня брови уже стоят, я начинаю наносить обычно тональное средство, красить глаза, что-либо еще делать. И после всех этих манипуляций я обнаруживаю то, что волоски у меня потухли и смотрят куда-то вниз. Как вы понимаете, хорошего в этом мало. Но как-то вот так у меня вышло с этой тушью для бровей. Да, она неплохо прокрашивает непосредственно волоски. Она действительно придает им хороший, яркий, насыщенный оттенок. Но, к сожалению, фиксирующая способность у нее не очень. Дальше давайте, конечно же, нанесем нашу пудру. Пудра в таком большом-большом футляре. У меня это оттенок 01, светло-бежевый. В данном футляре находится зеркало, сама пудра и пуховочка. Пуховка я, конечно же, ни разу не пользовалась. В целом она нужна на случай, если вы будете носить данную пудру с собой и поправлять макияж. Я подобным не страдаю. Я крайне не люблю забивать свою сумку еще какими-то пудрами. И всегда, когда я это делаю, я все же периодически ношу с собой пудру. Я никогда ее не достаю и почему-то не подправляю макияж. Поэтому лично для меня такая большая пудра это минус, потому что она будет просто занимать очень много места у меня на туалетном столике. Данная пудра, как вы уже поняли, с оттеночком. Она довольно-таки нежная, она действительно прямо-таки как шелк. И что хорошо, она легко растушевывается, ее совершенно не видно на коже. Давайте сразу же ее и нанесем. Данная пудра мне понравилась как под глазами, так и на Т-зоне. Она действительно матирует кожу, но она не дает глухую матовость, она скорее дает именно живую матовость. То есть она немножечко оставляет живого блеска, немного оставляет живую, хорошую, здоровую кожу. Но при этом, что очень хорошо в данной пудре, несмотря на то, что она не дает глухую матовость, она очень хорошо фиксируется и в течение дня жирный блеск не появляется. Вот я нанесла пудру, как видите, кожа стала более матовой, но при этом она все еще живая и она все еще немного светится. Особенно это видно, когда я поворачиваю голову к саптбоксам, виден небольшой перелив живой здоровой кожи. В общем, это мне очень понравилось. Пудру я действительно вам советую, но упаковка у нее неудобная. Дальше давайте наконец-то перейдем к палетке. Вот такая вот палетка для контуринга. Здесь у нас находится скульптор, хайлайтер и румяна. У меня это сухая текстура, есть также подобная палетка с кремовыми текстурами. Сразу скажу, наверное, испорчу вам всю малину, но данная палетка мне не понравилась. Вот совсем. Я очень много слышала отзывов на данную палетку, все ее очень хвалили. Именно поэтому я долгое время хотела приобрести вообще и бренд Stellar, и данную палетку в частности. Но, честно говоря, эффект меня разочаровал. Вот три свотча данной палетки. Свотчи красивые, свотчи хороший, бронзер. Скульптор здесь такой, ну, ржеватый, откровенно говоря, но почему бы и нет. Хайлайтер здесь деликатный, румяна, тут персиковый, красивый, и казалось бы, что пошло не так. Давайте наносить, и я вам прямо-таки покажу, что не так. Ну вот, буквально одно прикосновение кистью, и данный скульптор уже нанесся. Как вы можете видеть, на самом деле цвет неплохой. Он одновременно и холодный, и теплый. На свотче он теплый, в палетке он смотрится холодным, на лице он и не такой, и не такой. Достаточно симпатично он смотрится. Действительно, скульптурирует лицо. Как вы видите, вот эта скула стала более подтянутой, более худенькой, я бы сказала. Вот эта скула более такая отъевшаяся. Выглядит симпатично, но оно так выглядит только благодаря тому, что у меня здесь стоят суббоксы. В обычной жизни, без такого яркого света, данный скульптор виден очень плохо. Кроме того, имеет большое значение, какой кистью вы его наносите. Я его пыталась наносить сначала кистью отца, я его вставлю сюда картиночку, я ее сейчас не принесла, с натуральным ворсом. И было очень плохо. Плохо было то, что, во-первых, ставилось пятно, а во-вторых, кроме этого пятна не видно было ничего. То есть, никакой скульптуры у лица не появлялось. Дальше я пробовала наносить другой кистью, кистью от ECO TOOLS, которой я обычно наношу бронзер, тоже вставлю сюда картиночку. Тоже было плохо, было ничего не видно на лице. И, по сути, только вот эта кисть от VELA USE Aliexpress, оставлю ссылку на видео, дала действительно вот такой вот симпатичный эффект. Но, опять-таки, данное средство видно только потому, что у меня сейчас стоят два суббокса. В реальной жизни я вот этого не вижу вообще. Ну и вот такой вот финальный результат получается только при нанесении данного скульптора. Симпатично? Симпатично. Но я уже вам сказала, что без софтбоксов вы не рассмотрите этот эффект. Дальше давайте наносить с вами румяна. С румянами ситуация очень похожая. Они, с одной стороны, достаточно видные на коже. Вы их поставите, и вы их увидите. Можно даже превратиться в морфушеньку благодаря этим румянам. Но, честно говоря, когда вы их пытаете чуть больше растушевать, они очень сильно исчезают у вас с лица. А в течение дня вообще они куда-то пропадают. Их реабилитировать в том плане, что у меня все румяна куда-то исчезают в течение дня. Поэтому это не минус, скорее, конкретно этих румян. Но, опять-таки, как-то у меня душа к ним не легла. Ну, не легла, и все. Ну вот, я их чуть-чуть нанесла, и, как видите, у меня здесь какое-то страшное рыжее пятно. Что это такое? Я не так много наносила, я всего несколько прикосновений сделала кистью. Ну, как бы, серьезно? И последнее, что есть в данной палетке, это хайлайтер. Именно хайлайтер разочаровал меня больше всего. Вот вы представляете, не бронзер, который не видно на лице, не румяна, которыми можно переборщить, а хайлайтер. Почему именно хайлайтер? Объясняю. Дело в том, что когда его наносишь, его ни черта не видно. Опять-таки, в обычной жизни его не видно, но софтбокс и собака сейчас, конечно же, на камере все показывают, и на камере, конечно же, виден перелив. Но в реальной жизни я старалась, если честно, старалась рассмотреть этот хайлайтер. В реальной жизни я стояла и перед зеркалом смотрела, и на свет я смотрела, и на солнце я смотрела. Ну, не вижу я на себе в дневном освещении этот хайлайтер. Не вижу. Вот от слова совсем. И поэтому данный хайлайтер мне и не подошел. Кроме того, хочу заметить, что данный хайлайтер очень холодный по оттеночку, и если вы девушка теплая, например, как я, у меня все-таки явная теплинка во внешности, то данный хайлайтер смотрится как-то странновато. Вот вы видите, такое белесое свечение. Лично мне кажется, что оно мне не идет. Лично мне больше нравятся чуть больше желтоватые хайлайтеры, как Мэри Лузебаум или любые другие чуть более теплые хайлайтеры, а тут именно холодный хайлайтер. Так что будьте бдительны и обязательно обратите внимание на потом данного хайлайтера. Возможно, у Stellar есть какие-то другие палетки в других оттенках, именно вот эти скульптурирующие, но это была последняя в магазине, и поэтому у меня даже не было варианта взять какие-то другие оттенки или другую текстуру. Вот было что было. Тени от Stellar я, к сожалению, не приобрела, поэтому сегодня мы их тестировать не будем. Теней, кстати, на одном стенде вообще практически не было. Больше того, там были палетки определенные, но они были очень старые и, на мой взгляд, явно устаревшие. Ставлю сюда картиночку того, что я имею в виду. На мой взгляд, такой формат палеток уже давным-давно устарел, и стоили они очень дорого, поэтому я не стала брать. Мне показалось то, что это будет явное разочарование. Если вы хотите, чтобы я все-таки протестировала эти палетки, то напишите мне в комментариях, я, возможно, изменю свое мнение. Итак, я уже накрасила глаза при помощи палетки Mini Gold от Наташи Диноны. И теперь давайте с вами пробовать тушь. Первая тушь вот такая в черном оформлении. У нее достаточно большая, страшная вот такая щеточка в виде елочки. И вторая тушь, она уже более интересная по оформлению, золотая. Я, честно говоря, думала, что эта тушь будет цвета бургундия, потому что у нее вот такое оформление. И, честно говоря, я не догадалась посмотреть вот сюда, где написано 01 и черная этикетка. В общем, это черная тушь. И если вы также, как и я, будете в магазине думать, что у нее какой-то другой оттенок, то подумайте получше, пожалуйста, чем я. И проверьте внизу на баночке, какая все-таки у нее этикетка и какой оттенок. Здесь уже более спокойная кисточка, но тоже довольно-таки монструозная. На самом деле обе туши мне не очень понравились. Почему? Потому что, во-первых, у них достаточно большие кисточки, которыми легко попасть себе в глаз, или же которыми легко испачкать верхнее веко, что я достаточно часто и делала. Во-вторых, здесь слишком кремовая текстура, которая частенько слепляет реснички между собой. Но самое страшное в обоих этих тушах то, что они осыпаются. Я не видела конкретные крошки у себя под глазами туши, но в течение дня я постоянно находила у себя какие-то синяки под глазами. Как будто меня кто-то ночью бил. Итак, вот я накрасилась вот этой тушью. Мне показалось, что она к этому макияжу подходит больше всего. У нее достаточно симпатичный эффект. Она делает красивые, разделенные, но достаточно объемные ресницы. Они достаточно выходят жирненькими. И некоторые из них все-таки слепаются, что делает немножечко драматичный и не самый симпатичный эффект. Но в целом в качестве повседневной туши для более ярких макияжей она мне понравилась. Вторая тушь дает похожий эффект, только она делает реснички чуть потоньше. То есть она их делает менее выразительными. Но по сути эффект получается на ресницах точно такой же. В общем, это хорошие дневные туши, но они осыпаются. Если бы не осыпание, то я бы вам данные туши рекомендовала. Но, к сожалению, именно по этой самой причине рекомендовать я вам их не могу. Ну и последнее, что мы с вами должны попробовать, это средство для губ. У меня здесь вот такой вот карандаш Classic Lip Liner в оттенке 03 Терракота. Также у меня здесь вот такая помада в оттенке 11 Naked Rose. И также у меня здесь лак для губ из серии Nudes. И это оттенок 02 Sunset Beach. Давайте начнем, пожалуй, с вами с карандаша. Карандаш, в принципе, вполне себе нормальный. Он достаточно мягкий, у него приятный розовый цвет, вот такой вот. Приятный карандаш, но, как и все карандаши, он достаточно сильно сушит губы. Поэтому в качестве помады наносить я его, опять-таки, не рекомендую. Вообще никакие карандаши я не рекомендую наносить в качестве помады. И теперь давайте поверх нанесем вот такую помаду Naked Rose. Кстати, у помады действительно очень симпатичный, нежный розовый цвет. Мне очень понравилась данная помада по своей формуле. Она мягкая, она нежная, она хорошо наносится, она держится практически весь тень. И при этом она действительно хорошо выглядит на губах. Она может немножко подчеркивать текстуру губ, это правда. Поэтому, если у вас губы очень сухие, то я вам советую сначала губы проскрабировать и хорошо увлажнить. Но во всех остальных случаях, на самом деле, помада достаточно неплоха. Ну что ж, вот так помада выглядит на губах. На мой взгляд, у нее очень красивый и действительно немножечко нюдовый цвет. Это хорошая помада буквально на все случаи жизни и под достаточно многие макияжи. С такой помадой можно ходить и в школу, и на работу, и в институт, и погулять, и на свидание, и куда-то на вечеринку. Потому что это спокойная помада, которая будет хорошо и уместно смотреться практически везде. И последнее, что нам с вами нужно протестировать, это вот такую лаковую помаду в оттенке 02 Sunset Beach. Это именно лаковый эффект. Повторяюсь, то, что все оттенки я выбирала по интернету, так что для меня это тоже стало небольшим открытием. И вот, вот этот третий оттенок, это и есть вот эта помада. Тоже симпатичный оттенок, он чуть более сливовый и чуть более темный. И, возможно, не совсем подойдет к этому макияжу, но сейчас мы с вами это и выясним. Вот такой результат у меня в итоге вышел с этой помадой. Действительно симпатичный, глянцевый, яркий эффект. Смотрится хорошо, при этом губы не слипаются, что очень важно. То есть у помады этой нет никакой липкости. Она действительно хорошо выглядит на губах, она очень комфортно чувствуется. И, в общем, все с этой помадой хорошо. Единственное, но, ее нужно наносить все же поверх какой-то помады. Например, на вот такую помаду, либо на карандаш. Если ее наносить без подложки, то она наносится более полупрозрачно и достаточно быстро с губ исчезает. Поэтому я все же рекомендую подобные вещи наносить именно на какую-то подложку из обычной помады, из матовой или из сатиновой. Либо на подложку из хотя бы карандаша. Но все же лучше на помаду. Так вам будет, я думаю, все же комфортнее и будет менее сухо на губах. Ну что ж, вот такой финальный результат у меня вышел с косметикой Stellar. Честно вам скажу, то что большая часть косметики мне все же не подошла, нежели чем подошла. Потому что везде есть свои нюансы. Я очень большие надежды возлагала на эту косметику. Но все же она не оправдала себя настолько, насколько я ожидала. Давайте пойдем по порядку того, как я наносила. CC крем. CC крем как раз таки мне очень понравился. Сначала я была им немножечко разочарована тем, что он не перекрывает достаточно воспаления. Тем, что смотрится как-то на лице полупрозрачно. Но потом опять-таки, когда он уселся на лице и когда я припрятала пудрой матовость, очень-очень стал красивый на лице эффект. Я каждый раз, когда ходила на работу с этим тональным кремом, я действительно любовалась на свою кожу. Действительно она очень-очень хорошо смотрелась. Не матовая, не светящаяся, а именно красивая, живая, натуральная кожа. В общем, очень советую данный CC крем. Он действительно хорош, но не для жирной кожи. Консилер. Консилер явно косит под Estee Lauder W. Неплохой консилер, очень легкий, неплохой для хорошей кожи. Но если у вас есть нюансы, то данный консилер брать не советую. Пудра. У пудры очень громоздкая, нехорошая упаковка, на мой взгляд, лучше было сделать ее совсем другой. Но сама пудра по себе действительно хорошая. Ее совершенно не видно под глазами и на лице. Она не ложится слоеным пирожком. Она нежная, нежная, мелкого помола. Она легко растушевывается. При этом она дает неглухую матовость, но она действительно хорошо фиксирует макияж. Макияж не убегает, макияж не исчезает. Ничего не сползает с лица и при этом действительно хорошо все фиксируется и жирный блеск в течение дня не появляется. А это очень важно, особенно когда сейчас вот, например, так жарко. Так что хорошая пудра, ее я вам рекомендую. Палетка для скульптурирования. Палетка данная мне не понравилась. Я на нее возлагала большие надежды и они не оправдались от слова совсем. Данный скульптор больше похож на бронзер и при этом его совершенно не видно на лице при дневном освещении. Румяна, красивые, нежно-персико-розовые, но, к сожалению, они делают морфушу и они совершенно не стойкие. Ну а хайлайтер мне не подошел, во-первых, по оттенку, потому что он слишком холодный для меня, а во-вторых, при дневном освещении его тоже не видно от слова совсем. Средства для бровей. Карандаш для бровей мне в целом понравился, я буду им пользоваться. У него очень мягкая текстура, кому-то может не понравиться то, что он настолько мягкий, но для меня это плюс. Неплохо то, что им нельзя сделать волосковую технику, то, что достаточно толстый у него грифель. И если у вас есть на бровях какие-то нюансы, например, есть небольшие шрамы, то данный карандаш вам точно ничего не закрасит. Вообще, если у вас есть какие-то шрамы на бровях, то вы, в принципе, знаете то, что карандаш не ваш друг, ваш друг это подводка, но все же, если дело не настолько плохо, если у вас брови, например, как у меня, то есть там есть татуаж, там очень много всего намешано, они и пляшивые, и татуаж был, и черт знает что, только не было. И если у вас просто тяжелые отношения с бровями, то, скорее всего, данный карандаш тоже не для вас, потому что он хоть и делает натуральный эффект, но если у вас есть проблемы с бровями, то он может оставлять проплешинки, поэтому лучше поищите что-то другое. Тушь. Тушь для бровей на самом деле ничего так, если вам нужен оттенок, потому что она действительно хорошо прокрашивает волоски, но она плохо фиксирует. И волоски спустя всего 10 минут уже опадают и совсем не смотрят наверх. Тушь. Тушь дает красивый, повседневный эффект, но, к сожалению, она осыпается. Карандаш. Карандаш хороший, ничего больше про него не могу сказать, просто хороший карандаш, и почему бы и нет. Помада мне очень понравилась, вот эта в оттенке 11 Naked Rose, я очень ее полюбила. Это красивый, дневной, нюдовый эффект, подойдет практически под любой случай в вашей жизни. Действительно, хорошая помада, которая стоит вашего внимания. И последнее, что мы использовали, это вот такая лаковая помада. Она действительно дает красивый, глянцевый эффект, но ее лучше наносить на подложку. Ну и, пожалуй, это все, больше ничего мы не использовали. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. Пока!